А кто эти люди? Чем они занимаются на кухне? Это научные сотрудники института жилища. Они заботятся о вас. Вот такая радужная реклама в свое время продвигала хрущевки, как настоящее чудо проектировки. Зачем наматывать километры, чтобы просто приготовить суп? Ученые хотят избавить вас от лишних движений. Перезмещают оборудование кухни более рационально. Все необходимое под рукой. Мойка, плита, холодильник, стол и шкафы. И все на площади в 6 квадратов. По меркам 60-х мечта хозяйки. Но комфортно ли живется в хрущевках в 21 веке? Стройка пятиэтажек началась еще в конце 50-х. После войны был дефицит жилья. Пришел на помощь опыт Франции. Дома из крупных панелей строились дешево и меньше, чем за месяц. Но и рассчитывались лет на 30 службы. Считалось, что после 80-го года мы уже придем к коммунизму. Уже такое же лед для коммунизма не очень должно было подходить. И вот на дворе 2018-й, а хрущевки все еще на месте. В Москве идет программа реновации с полным сносом старых пятиэтажек. Это больше 5000 домов, жителям которых предлагают новые квартиры в том же районе. На днях Рустам Мениханов не исключил такого пути и для Казани. На заседании комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях президент сказал, смотреть надо на 15 лет вперед. Жители хрущевок в такое будущее пока не торопятся. А их в Казани почти 300 тысяч человек. Так и жил бы здесь, мне это все устраивает. Мне новый же день, какому мне надо. Новый дом? Какой? Только здесь разве, в нашем районе? Наши старые районы с хрущевскими домами несут в себе какую-то теплоту. Все друг друга знают, все с друг другом здороваются, общаются. С точки зрения капитального строительства дома вполне в хорошем состоянии. Страдают в первую очередь инженерные сети, но на это есть капремонт. Внутренние перепланировки, конечно, здесь сложнее. Но тоже за рубежом научились, пристраивают новые санитарные блоки к ним, увеличивают за счет этого ванной комнаты и кухни. Сегодня хрущевки – это чуть больше четверти всех многоквартирных домов в Казани. За последние 10 лет 590 зданий капитально отремонтированы, и аварийных среди них нет. Впрочем, поменять старое на новое на выгодных условиях вряд ли кто-то откажется. Но пока это все только в далекой перспективе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова